Чемоданное настроение. Сезон отпусков стартовал. Треть россиян, по данным опросов, будут отдыхать в деревне или на даче. Чуть больше, 37%, в этом году все-таки планируют отправиться в путешествие. Как подготовиться к поездке, чтобы отпуск принес только положительные впечатления? Поговорим с юристом Центра защиты прав потребителей Еленой Мачалиной. Она гость нашей студии на Московской. А рядом со мной корреспондент Ксения Беркалова. Но первый вопрос, Елена, вам. Какие ошибки чаще всего допускают россияне, собравшиеся на отдых? Оказавшись на пограничном посту, далее проходя таможенный контроль, вы можете столкнуться с неприятным сюрпризом, когда вам говорят, что в выезде вам отказано. Для того, чтобы такой ситуации не случилось, советую всем желающим выехать за пределы Российской Федерации заблаговременно обратиться в службу судебных приставов. Причиной запрета на выезд может стать любое исполнительное производство, долг за коммунальные услуги, штрафы ГИБДД или налоги. Как говорится, заплати и езжай спокойно. Елена, кстати, что касается поездок за границу, появилась информация, что россияне не хотят отказываться от излюбленных Турции и Египта. И несмотря на то, что перелеты закрыли, продавать туры запретили, туристы добираются через другие страны иностранными авиакомпаниями. Дело в том, что прямого запрета нашим гражданам на посещение данных стран нет, поэтому они имеют право свободно путешествовать по миру, в том числе и в эти страны. Если вы отправляетесь в путевку, то есть вы отправляетесь в данную страну, но, соответственно, на свой страх и риск. К большинству наших туристов придется отдыхать в России. Здесь виноваты и курс рубля, и запрет на выезд за границу для некоторых граждан. Турагентства быстро сориентировались в этой ситуации и сейчас предлагают множество туров по стране. Так что, Елена, я думаю, будет не лишним напомнить, как правильно составить договор. В договоре обязательно должно быть указано наименование турфирмы и оно должно совпадать название в шапке договора с названием и реквизитами на печати. Кроме того, договор в обязательном порядке должен содержать сведения о туроператоре, сроках тура, стоимости и других существенных условиях. Ну, кстати, прежде чем заключить договор, лучше проверить надежность туроператора. Сделать это можно на сайте Ростуризма, там есть единый реестр туроператоров. Все благополучные и действующие фирмы там есть, ну а с другими лучше просто не связываться. Спасибо. В студии с Ксенией Беркаловой и юристом Центра защиты прав потребителей Еленой Мачалиной мы говорили, как подготовиться к отпуску, чтобы привести домой только приятные впечатления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова